Здравствуйте, мои хорошие! Спасибо, что заглянули вновь на мой канал. Мне безумно приятно. Сегодня у нас очередная история от подписчицы. Кто еще не в курсе, то обязательно пишите ваши истории на мой пиар-аккаунт. Он указан в шапке профиля в моем инстаграме. Обязательно истории должны быть длинные, большие, чтобы были все подробности. И сегодня история, которую я вам зачитаю, она как раз-таки такая. Здравствуйте, Айнур. Очень хочу получить совет от твоих зрителей, так как, к сожалению, у меня нет ни матери, ни отца. И посоветоваться мне тоже, к сожалению, не с кем. Я долгие годы работала на железнодорожном вокзале, много лет копила. Начала работать с 17 лет. Накопив энную сумму, приобрела небольшой домик на трех сотках земли. Периодически появлялись в моей жизни мужчины, но ничего путного не выходило. Я часто смотрю русские мелодрамы, и всегда конец фильма заканчивается счастливо. Но мои жизненные истории заканчиваются всегда слезами и разочарованием. Пять лет назад познакомилась в соцсетях с мужчиной. Долго общались, а затем и увиделись. Сказать, что он мне безумно понравился, я влюбилась, я была в эйфории, такого, к сожалению, не было. Я головой понимала, что мне уже 24 года, и пора заводить семью и детей. Он, в свою очередь, скрывать не стал, и сразу сказал, что был женат, и от первого брака у него есть дочь. Меня это немного смутило, но я не подала виду. Чем больше мы общались, я понимала, что из всех моих бывших вариантов, так скажем, это самый хороший. Первое время все было хорошо, мы вскоре даже расписались. К сожалению, на пышную свадьбу денег не было, мы копили на автомобиль. Если честно, я всегда мечтала о свадьбе, о пышной, красивой, в белом платье быть, что все было волшебно. Но, к сожалению, были вещи, которые были важнее. Мы хотели приобрести машину. Они расписались чисто по моей инициативе. Несмотря на то, что росла я без родителей, у меня есть свои принципы и честь. Долгие годы жить в гражданском браке мне бы не позволило мое достоинство. Ну, в общем, у мужа была зарплата 37 тысяч рублей. Платил он алименты, видел себя с ребенком. Изначально я не была против всего этого, то есть мне понравилась девочка. Вообще, я изначально очень люблю детей, особенно девочка, которая родилась достаточно таки рано для моего мужа. И он мать своего ребенка никогда в жизни не любил. Просто так чисто по случайности у них получился ребенок. И вследствие этого, просто смотря на то, как он общается со своей дочерью, я еще больше начала в него влюбляться. Мне это безумно льстило, что мужчина действительно стоит за своей дочкой, как опора для нее. Со временем девочка начала требовать слишком много. Я, например, сама хожу с восьмым айфоном уже третий год. А она капает на мозг, что хочет двенадцатый, про Макс. Ей постоянно нужны новые костюмы на гимнастику. Она, кстати, занимается художественной гимнастикой. Гимнастический зал, в который она ходит, негосударственный и стоит 6500 в месяц. До этого один раз я сказала мужу, что лучше пусть идет в обычный, государственный, бесплатный. Потом она расплакалась и сказала, что не хочет. Ей очень нравится здесь коллектив. Но опять же, учитывая такой момент, что муж платит алименты, еще платит за зал. Постоянно просит отца о карманных деньгах, хотя отец платит алименты. Первое время я пыталась ее понять и не ругалась с мужем. Но чем больше я молчу, тем аппетиты у дочери увеличивались. На свой день рождения, который был в марте, попросила золотой браслет. Я думала, выбери тоненький какой-нибудь. Пошли с отцом и купили браслет. Я втихушку на моих кулинарных весах взвесила. Получилось 5 грамм золота. А это пол зарплаты моего мужа. Мне надоело это терпеть. Я все высказала мужу. У меня до сих пор нет детей. Из-за материальной неустойчивости нашей семьи я сама постоянно работаю, а муж разбрасывается деньгами. У меня не было свадьбы моей мечты и нормальных колец. Почему я должна мириться с этим? Ситуации очень много. Если рассказывать все, нам не хватит одного видео. Свою бывшую жену никогда не любил. И ребенок был по залету, по молодости и по дурости. Почему он ее ставит выше меня, я до сих пор не понимаю. Я на свой день рождения получила лилии и аромат от Арифлейм. А дочь золото, телефоны, брендовую одежду. Характер моего супруга мне очень нравится. Не курит, не пьет. Но его дочь и ее прихоти меня бесит. Мы сейчас живем в моем доме, который я купила до брака с ним. А свою квартиру, которая ему досталась от деда, он отдал бывшей жене до нашего знакомства. Ну как это может не раздражать и как я могу с этим всем мириться? Я не могу себе позволить нормальный отдых. Никуда не слетаешь, ничего себе не купишь. Пытаюсь что-то копить, что-то делать. А в результате оказывается у мужа есть какие-то деньги, которые он тратит скрытно от меня на свою дочь. Сначала я пыталась в более мягкой форме высказать свои претензии. Мы садились за стол переговоров и обсуждали все детали, все моменты. Приходили к общему какому-то решению. Но потом месяц, второй я видела, что опять какая-то крупная покупка, какой-то крупный подарок. Если бы мой муж зарабатывал 100 тысяч, я ни капли бы не обижалась на это. Но когда вся его зарплата уходит на прихоти дочери, а мы остаемся просто на нуле, это очень сильно раздражает. И мириться с этим просто невозможно. Возможно, в комментариях меня неправильно поймут и подумают, что вот я такая жмотка. Но поверьте мне, вы не в моей ситуации. И очень сложно говорить, не ощутив все это на себе. Ситуаций было настолько много, вот реально вам говорю. Даже элементарно с камерой. Она захотела профессиональную камеру от Canon, которая стоит очень дорого. Я сразу предложила купить ей БУ. Я не сказала, что я не хочу приобретать ей новую камеру, которая стоит 33 тысячи. Я сказала просто, что очень много есть камер на Авито в хорошем состоянии. Тем более она профессионально, например, заниматься блогингом или фотографией не собирается. Почему нельзя купить поддержанную камеру? Так нет, она опять начала плакать, ныть, и отец пошел у нее на поводу и приобрел ей камеру. В конце просто плохой осталась я. И такие ситуации просто повсюду. Вот каждый день я на стрессах, каждый день я на нервах. И просто не знаю, что мне делать в этой ситуации. Развестись с мужем, у которого хороший характер. У меня уже и возраст такой, что после этого сложно найти себе вторую половинку. Либо всю жизнь мириться с его этой дочерью. И вы знаете, сколько я не пыталась объяснить мужу. Это невозможно. Он на словах говорит, что меня понимает, поддерживает. Но потом происходит одно и то же. Очень прошу вас написать, пожалуйста, в комментариях какие-либо советы. Возможно, кто-то из вас тоже сталкивался с такой ситуацией. Как вы боролись с этим? Я много просмотрела видео психологов на YouTube. Много умных слов и фраз они говорят. Но по факту ничего из этого не работает. Постоянно стресс приводит к проблемам со здоровьем. Что делать, я не знаю. Очень надеюсь на вашу поддержку и хорошие комментарии. Буду с удовольствием читать. Вот на этом и закончилась эта история. Мне кажется, история очень интересная. Девушка описала все в подробностях. В прошлый раз, когда я снимала подобное видео, там были некие моменты, которые были упущены, кстати. И история была немножко непонятная. Здесь такого нету. Обязательно пишите ваше мнение в комментариях. Возможно, поделитесь своим опытом. А на этом все. Всех люблю, целую. Пока!